это уже вода с реки чистая закончилась это нужно кипятить обязательно привет это канал походный оптимист меня зовут дима и сегодня я начинаю строительство новой землянки я осуществил заброску выбранное мною место на три дня здесь у меня есть все необходимое для того чтобы жить здесь в лесу и строить землянку в одиночку давайте быстренько пройдемся по инвентарю который я с собой смог унести на своих плечах в общем это тент 5 на 8 большой тент мне должно хватить его и на стены и на крышу топор пила рабочие перчатки здесь гвозди разного размера немного гвоздей петли я уже понял по предыдущему потому что нужно брать их сразу иначе нормальная дверь не получится дальше у меня сумочка с инструментами рулетка плоскогубцы ключ для бензопилы свечка в общем ручной инструмент сама бензопила бензина у меня с собой запасного нет у меня полностью заправлен бак бензина поэтому сколько хватит напились столько хватит здесь электроника powerbank кофта на вечер средства от комаров и клещей стропа не знаю может пригодиться запас воды на один день я собираюсь воду брать из реки кипятить фильтровать по всякому и употреблять здесь у меня тент спальный мешок и наборчик посуды походный также есть антимоскитная сетка ну и лопата небольшая в общем вот этого всего мне должно хватить чтобы три дня спокойно здесь жить кушать пить снимать и при этом строить будущую землянку а вот это вот место будущей землянки да выглядит пока не привлекательно но это пока нужно как следует все расчистить и начать копать вот это ветрище где-то упало новое дерево да сегодня за ночь ветер добавит мне материала для строительства так место уже уже стало более привлекательным как только я убрал старый сухой метровалку сейчас хочу разметить площадку натяну веревочку для того чтобы точно понять я не ошибся с размерами и не отходить от запланированного курса землянка будет три на три с половиной это больше чем все мои предыдущие постройки для справки землянка у реки два с половиной на три метра вот такой получается у меня периметр вот такой получается у меня периметр отмеченный зеленый веревочки сейчас я буду углубляться в гору в овраг и при этом спускаться вниз шум ветра сменился диким жужжание насекомых я предполагаю что ночью меня съедят поэтому и взял москитную сетку на лицо москитную сетку на лицо ну москитную сетку копается очень даже неплохо это не землянка у реки где твердая жесткая глина которую приходилось долбить киркой тут мягкий песочек несмотря на тень деревьев все равно очень жарко и душно нету больше ни малейшего ветерка вокруг меня куча мошек комаров каких-то мух в общем я решил прерваться на обеденный перерыв пойти искупаться и покрепиться вкусной едой в прошлом моем выпуске вы могли видеть как я искал место для землянки и практически его нашел но я решил все-таки сдвинуться почти на полтора километра в сторону здесь река более широкая ну а лес хвойный намного ближе к руслу реки при этом эти места не перестают быть дикими вокруг нету ни тропинок ни дорог смотрите какая красота то что надо после работы в лесу после водных процедур хочется и перекусить что касается моего питания на три дня вся моя еда находится вот в этой сумочке по размеру объему это сопоставимо с армейским сухпай ком только армейский сухпайок это суточный рацион питания а здесь у меня полноценная еда вместе с вкусняшками на целых три дня из чего же состоит мой наборчик давайте посмотрим маленькая пачка печенье но это так не считается еда чай и основные блюда вот друзья какие у меня консервы как у космонавтов консервы с готовыми блюдами это рассольник борщ гречка с говядиной говядина с макаронами это готовые порционные блюда в мягкой удобной упаковке плюс разнообразие блюд от фирмы кранидов вот тут у меня получается как раз 6 пальчик на два приема пищи в день готовых блюд и три пачки печеньев для завтрака здесь обед у меня и ужин на все эти дни плюсов такой упаковки несколько во первых она может принять любую форму можно убрать куда-то в чашку например дали в карман засунуть во вторых она намного легче чем жестяная консервная банка в третьих она просто и легко утилизируется либо сгорает в костре либо сворачиваете аккуратненько и берете с собой там где нельзя разводить костры ну чтобы не оставлять после себя мусор стащить в обратную дорогу маленький сверточек фольгированного пакетика или жесткую консервную банку разница огромная давайте-ка попробуем говядину с макаронами такую консерву я еще не ел кстати чтобы не пачкать тарелку как же из консервной банки как и отсюда можно спокойно есть прямо из пакетика ух ты не макарошки и кусочки мяса и пахнет очень заманчиво отлично это отличные макароны с тушенкой на ужин попробуем что-нибудь жиденькое борщ солянку или рассольник я что-нибудь выберу разогреем и посмотрим как удаются такие блюда перенести в консерву что-нибудь что-нибудь как а что-нибудь как ь разводить костер прямо в яме это лучшая идея с точки зрения пожарной безопасности а заодно это поможет отпугнуть диких животных готовое блюдо поди солянка кусочки колбасы картошка морковка вижу мяско оливочки что все как положено что дегустируем консерву солянки еще не делал никогда в жизни она вкусненькая ссылку на консервы я оставлю в описании под видео кстати я договорился с производителями они предоставят моим подписчикам персональную скидку там тоже будет промо-код если кто-то будет заказывать назовете он сделают скидку надеюсь ночь пройдет спокойно никто меня не съест никто не наступит ночь ладно до завтра спалось супер с самого утра продолжаю копать думал начну пока еще не жарко но несмотря на то что время было 8 утра уже было очень жарко сейчас самый разгар пол двенадцатого яма еще не завершена огромное количество каких-то мух слепней комаров до крови кусают руки но это нормально я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, на жаре, конечно... Как все хорошо начиналось, да, когда был ветерок... Сейчас полнейший штиль, пекло даже через листья... Я думаю, что следующим этапом я отправлюсь купаться... Вон там тоже сосновый лес... Вот это блаженство... Тихая речка лесная... Яма готова... Теперь следующий этап... Следующим этапом заготовка материала... К вечеру, когда уже спадет жара, разведу костер... Нужно будет обжечь столбы, которые будут вкопаны... И начнем сборку потихонечку... Посмотрите, сколько ветровала... Пилить мы будем только ветровальные деревья... Во-первых, они легче... Во-вторых, это законно... А в-третьих, тем самым, я... Этому лесу буду приносить пользу... Почистим немного лес... Пометил деревья... Чтобы не отвлекаться... И сразу напилить много бревен... Нужного размера... Это вообще подходящие экземпляры... Без коры, уже прямые... И практически без веток... А за счет того, что они лежат не на земле... А на других деревьях... Они не гнилые... А многие жилиз... А в-вторых... Поль гнил... Неск ludzie... Ну, всё... А приivery можно даже... Прилучка космет quarter... Продолжение следует... С этим дела идут быстро. Бревна в среднем 20 см в диаметре, а значит мне нужно будет по 10 бревен с каждой стороны. То есть три стороны будут у меня полноценные и одна будет короткая с дверью. Глубина ямы по столбам 60 см. Это позволит мне в случае чего углубиться или даже сделать погреб. Это не повлияет на устойчивость конструкции. Очередная партия чистой воды готова. Я тут как в пустыне. Повсюду песок, жара, проблемы с водой. А почему проблемы, если рядом река? Не все так просто. Воду прямо из реки пить, конечно, ни в коем случае нельзя. Ее нужно как минимум прокипятить минут 5-10. Разводить каждый раз костер на жаре для того, чтобы перекипятить. Дело так себе на самом деле. А воды уходит очень много. У меня в день, вот за вчерашний день пятак ушел. И за этот день уже вот 3,5 литра я выпил. Из-за того, что работаю, жарко, ветра нет. Сюда бы фильтр принести какой-то для воды. И какую-то большую емкость, какую-то нержавейку, может быть, вкопать где-то с краном, чтобы ее наполнять. Вода там охлаждалась. И использовать ее как питьевой чан такой. В общем, надо подумать на эту тему. Проблема должна быть решена с водой. Продолжение следует... В предыдущих строениях я этого не делал. Что может повлечь скорую гибель постройки. Сейчас я решил подойти к этому вопросу основателю. Где-то 60-70 сантиметров нужно обжечь. Главное не перестараться. Так оно не должно гнить. Я думаю, что гниение это процесс поглощения бактериями дерева. Ну, а перерабатывают его по-своему. Поэтому все сгнивает. А тут бактерии... Бактерии, наверное, не кушают горелую древесину. Одно готово. О дорого necessary. Да. Одно готово. Одно готово. Лπου. Одно готово. Хотелlek от mongeek. Хотелком был Удальщила Дневник. Халю усть этом компьютер. Дэн. krн тут. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...